Девушки отдыхают Третья и четвертая стихи Здесь говорится о песне Моисея и песне Агнца Те же слова, тот же стих в вашей Библии Это иллюстрация того, что происходит в реальности небес постоянно, все время И то, что Бог хочет от нас, от Его детей на земле И то, что мы делали последние тридцать минут Мы искали Слов Божьих Его От всего нашего сердца И мы присоединились к Нему и к тем, которые были до нас И там сказано И поют песнь Моисея, раба Божия и песнь Агнца Говоря, великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель Праведные и истинные пути Твои, Царь Святых Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего Ибо Ты един свят Все народы придут и поклонятся пред Тобою Ибо открылись суды Твои Хвала и поклонение Бога, которое происходит здесь Высвобождает силу И сила Божия может быть явлена в нас Для того, чтобы преодолевать Препятствия, обстоятельства в жизни И часто, не только благодаря пению А также, когда мы отдаем свою жизнь Как живую жертву И жертвоприношение в храме Оно высвобождало силу Божию И высвобождало прощение Бога И та сила, которая освобождается в нас Когда мы отдаем себя в жертву живую Она намного более значительна и впечатляющая И те жертвы, они покрывали грехи Но они не могли убрать греховную природу Изнутра И когда мы отдаем себя в жертву живую То мы изменяемся изнутри И обычно Наш отклик, наша реакция на тот процесс Когда Бог делает нас новым И творит нас новым творением Это хвала, благодарение, поклонение В 21-м псалме, 23-м стихе В 3-м стихе Что Бог поселяется Он живет в словословии Израиля А еще в каком-то из псалмом сказано Что откройте свои уста И я наполню их У нас есть друг в Израиле Она русская И она стоматолог И Лена ее зовут И однажды я хочу сделать такое Я возьму этот стих библейский И выгравирую на дереве И подарю это ей Поэтому Когда они будут лежать На стуле И будут смотреть на потолок И будут видеть этот библейский стих Откройте ваш рот И я наполню его И наша ответственность Наша обязанность Открыть наш рот Наши уста И отдать их Духу Святому Чтобы Он наполнил их Помните, когда Павел и Сила Помните, когда Павел и Сила Открыли свои уста И они хвалили Бога Бог прореагировал следующим образом Он потряс темницу И напугал всех Охранник сказал Что же мне делать Чтобы спастись Веруй в Господа Ишуа Есть еще один очень интересный пример Во второй книге Паральпоминон Давайте откроем тоже О силе Божьей Которая высвобождается В молитве и в хвале Двадцатая глава Когда Иосафат сталкивается С очень трудными обстоятельствами Но Господь проговорил ему Через пророка И сказал в стихе Второе Паральпоминон Двадцать пятнадцать И не бойтесь и не ужасайтесь Множество сего великого Ибо не ваша война А Божия В семнадцатом стихе Не вам сражаться на сей раз Вы станьте Стойте Смотрите на спасение Господне Посылаемое вам Как прорегировал Иосафат В восемнадцатом стихе Иосафат преклонился Лицем до земли Преклонился и поклонился Бог обещал победу над врагами И отклик Иосафата Его реакция Он поклонился Он преклонился В девятнадцатом стихе И встали левиты Сынов Каафовых И сынов Кореевых Хвалить Господа Бога Израилева Голосом весьма громким В двадцать первом стихе И совещался он с народом И поставил певцов Господу Чтобы они В благолепии святыни Выступая впереди вооруженных Представьте себе Мысли и реакцию врага Который видит Что впереди Израиля Идут певцы Музыканты Танцоры И все они Поют и славят Бога Я уверен Что они При себя подумали Ну Да больно таки Это будет легко Ликвидировать их И то что они Пели Славьте Господа Ибо вовек Милость Его Насколько это просто И в двадцать втором стихе Как они стали восклицать И словословить Господь Возбудил несогласие Между амонитянами И они начали уничтожать Друг друга И израильтяне Не понесли потери Вообще никакой Бог живет Он выдворяется В словословии Своего народа Я знаю Что мы это уже Слышали не раз И мы в своем уме Знаем Что это правда И что это Как бы Опустилось Из нашего ума Из нашего разума Глубоко в наше сердце И что произошло Произошел переход От нашего знания К нашему познанию К нашему пониманию От того что Это есть так На самом деле Второе пролепном Пятая глава Еще один пример Силы Божьей Как она проявляется Когда его народ Прославляет его И возносит его имя И вы также знаете Что храм Левиты И система Жертвоприношения Это все было Представляло собой Ходотайство Все что происходило там Это было Ходотайством И посредничеством Возможно вы слышали Что некоторые евреи Говорили Мне не нужен Посредник Я могу Богу прямо Прийти Сам Кто-то из вас Слышал такое От евреев Которые говорят Такие слова Когда вы говорите Что Ишуа Это посредник С помощью которого У вас могут быть Самоотношения с Богом А вам отвечают Нет Мне это не надо Я могу это делать Сам по себе И на протяжении Всей нашей истории Как народа Это не было так Никогда мы не могли Прийти к Богу Прямо к Богу Без посредника Или без ходотая И благодарность Богу Что Бог Позаботился Об этом Чтобы Такое было Все века Существования Храма Они указывали И вели к тому Что придет Посредник Всех посредников И ходатай Всех ходатаев И знаете Также И что наше Посредничество И ходатайство За людей Приближают И ускоряют Его возвращение И в третьей главе Книги Деяния Сказано Что Иешуа Остается на небесах До тех пор Пока не произойдет Восстановление 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 Которых Говорили пророки Это Те дни В которые Мы живем Настоящее время Не только Восстановление Израиля Как народа Но также Восстановление Тела Верующих И всех дарований Всех даров Которых И когда Я получил Приглашение Чтобы приехать Сюда В письме Была написана Подготовка Пятигранного Служения И это то Что происходит И сегодня Бог делает Это в Одессе И в других Местах По всему миру Второе Пятая Глава Когда Соломон Уже завершил Строительство Храма Собрал Всех Старейшин Израиля И Левиты Готовились К церемонии Посвящения Освящения Храма Одиннадцатый Стих Когда Священники Вышли Из святилища Ибо Все Священники Находившиеся Там Освятились Безразличия От делов Левитские Певцы Осав Йеман Джедюфон И Сыновья И братья Их Одеты В весон С кимвалами С псалтерями И цитрами Стояли На восточной стороне Жертвенника И с ними Сто двадцать Священников Трубивших Трубами Какая Сцена Какая Картина Представьте Себе Эту Картину Все Эти Певцы Все Эти Музыканты Старейшины Которые Готовятся К тому Чтобы Прославить Бога И Это было Исполнение Видения Которое Было Дано Царю Давиду Богом И Тринадцатый Стих И Были Как Один Трубящий Поющий В Унисон Издавая Один Голос К восхвалению И Словословии Господа И Когда Загремел Звук Трупов Кимвалов И Музыкальных Орудий И Восхваляли Господа И Они Пели И Говорили Те же Слова Которые Пели Певцы Иосифата Еще Задолго До Них Вот Что Они Пели Вы Знаете Эту Песню Благодарите Господа Восхвалите Господа Потому Что Его Милость Его Любовь Пребывает Вовек И Что-то Изумительное Произошло Всемогущий Бог Пришел В дом Который Был Построен Для Него И Наполнил Его Облаком Своей Славы И Было Настолько Много Силы Что Священники Они Не Могли Стоять Они Так Выглядели Вот Чего Хочу Я Это То Чего То В чем Мы Нуждаемся Если Мы Хотим Завершить То К чему Призвал Нас Бог Вот Почему У Самой Хвалы Есть Так Много Оппозиции Оппонентов Вот Почему Участники Группы Расславления Поклонения Подвергаются Так Часто Всевозможным Нападкам Атакам Вот Почему Ходатай По Каким-то Непонятным Причинам Присутствуют Трудности Потому Если Противник Непонятным Противник Непонятным погасить хвалу, которая исходит из нашего нутра. Если Он может остановить нас, молиться, остановить нас, хвалить Бога, тогда та победа, которую обещал нам Бог через хвалу, через молитву, этой победы не будет. И в своем разуме и в сердце мы должны принять решение, что мы будем хвалить Бога независимо ни от чего. И также быть ходатаями. Это и есть наше призвание как народа Божьего. Это призвание всех нас, не только некоторых. Израиль был призван быть царственным народом и народом священников. Первая Петра, вторая глава, начиная с пятого стиха, что здесь говорится о нас? И вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Каждый из нас, как верующий, призван к тому, чтобы приносить духовные жертвы к трону Бога. И вчера мы говорили о некоторых из этих жертв. И чтобы вкратце напомнить вам о них, у меня есть список. Просто скажу вам еще о них. Это не полный список, но хорошая. Жертва хвалы. Жертва благодарности. Жертва праведности. Жертва даяния. Жертва молитвы. Жертва благотворительности. И жертва общительности. И наше разумное служение, поклонение, это отдать свою жизнь в живую жертву. Да. Мы в пятом стихе живые камни для того, чтобы устроить дом духовный и принести духовную жертву. Очень важная срифта. Вы, talking about us as the body of believers, are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's possession, that you may proclaim the excellencies of him. И затем в девятом стихе тоже очень важно. род избранный царственного священства, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Who called us out from darkness into his marvelous light. Beloved friends, we are dealing with spiritual battle. возлюбленные друзья, мы имеем дело с духовной битвой. And we have the advantage. And we have the advantage. Because God himself is with us, in us, for us. поскольку сам Бог, он вместе с нами, он внутри нас, и он будет за нас. And he's promised to bring us into the victory, if we give ourselves totally to him. его обетование таково. Он приведет нас к полной победе, если мы полностью отдадим себя ему. This might seem just overwhelmingly large job for all of us to do. And, возможно, все мы видим, посмотрим на это, как на такое задание, которое вообще нереально выполнить. And you might think, how can I possibly gain victory over all these principalities and powers and spirits out there that are warring against me and wanting to destroy me? How can I do this? И вы, возможно, подумайте, каким образом я смогу победить всех этих властей и все эти начальства тьмы, которые воюют против меня? Как же я смогу это сделать? Вот, каким образом мы это делаем. На самом деле, наша задача очень легкая. Ишуа сказал, придите ко мне. Если вы обменены, если вы усталые, я дам вам покой. He said, my yoke is easy and my burden is light. Мое иго легкое, мое бремя тоже легкое. When you are yoked, is that an understandable word? Yoked with the Messiah? Когда вы несете одно и то же иго вместе с Мессией, he is carrying the weight of all of this upon himself. We have the light part. Он возьмет на себя большую часть, большую часть груза этого иго, бремени. We are the ones who get to celebrate and sing and dance and love one another here and love people. Мы будем петь, мы будем праздновать, веселиться и также любить людей. и также будем служить причиной того, чтобы люди возревновали о Боге. But if you're not used to doing these things, it might take some time to get into the habit of doing this stuff. But it doesn't change the facts that it is true and God inhabits your praise and will bring you into victory increasingly. And it doesn't change the truth that God lives in praise and He will be gathered among you more and more. Amen. Hallelujah. In Revelation chapter 5, There's a picture that we're seeing starting in verse 9. It says that there were living creatures before the throne of God, before the Lamb, singing worthy are you to take the book and break its seals because you purchased for God all men with your own blood from every tribe and every tongue and every nation. Yeah, it's verse verse 9 of chapter 5. 9. 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 11. 11. 12. 19. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Я знаю, что в этой части мира есть очень много священников с специальной одеждой, которую носят. Но священник — это тот, который посредничает. И в посланнике Евреям говорится, что Иешуа — это наш великий передосвященник, который постоянно ходатайствует за нас перед Отцом. Он говорит, «Отец, посмотри на мою дочь. Моя кровь на ее сердце. Посмотри на эту кровь, которая омыта ее сердце. Она верит в меня. Пожалуйста, благослови ее. И ответь на ее вопросы. И приведи ее к Твоей воле и Твоей цели для ее жизни». Вот что Он говорит перед Отцом за каждого из нас. Я знаю, что это происходит. И хотел бы я на самом деле услышать их разговор друг с другом. И это то, во что мы вовлечены. И это замечательное событие, и у каждого из нас есть привилегия наблюдать вмешательство Бога в этот мир. И этого не бывает с оппонентами и с сопротивлением. Но если мы все так же будем решительными, то это приведет нас к полной победе. И не только к такой общей победе, но к вашей победе лично в вашей жизни. Окей? Аминь. Ходотайство. Давайте откроем Исаию 53-ю главу. Двенадцатый стих. Посему я дам ему Ишуа часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался Ходатаем. Он находился в положении посредника и Ходатая за все человечество. И благодаря его успеху в его задании у нас есть потенциал и сила, возможности завершить то, что он начал. В восьмой главе римлянам говорится он постоянно Ходотайствует за нас. Он Ходотайствует постоянно. Первый Тимофей 2 говорит, что между Богом и человеком есть один-единственный посредник Ходатай Ишуа. Это состояние Ходатайства положение Ходатая посредника когда мы принимаем чью-либо ситуацию на себя. Иногда это очень сложно поскольку мы не всегда себя отождествляем с тем, через что проходит другой человек. В Израиле мы с женой вовлечены в Ходотайственное молитвенное служение. И я могу сказать точно, что по какой-то причине женщинам легче себя отождествлить с какими-либо трудными обстоятельствами из жизни других людей. Что женщинам легче, чем мужчинам отождествлять себя с трудными эмоциональным состояниями или кризисными или кризисными ситуациями жизни. Кроме Ишуа. Поскольку Ишуа отождествил себя со всеми. И все вынес сам. Поклонение, хвала и ходатайство это то, как бы мы назвали в Америке арахисовое масло вместе с желе. Идет вместе. А, или еще ходатайство, молитва, поклонение, хвала это как борщ со сметаной. Они просто очень идеально соответствуют друг другу. цель и результат брака, супружества между ходатайством и между хвалой, поклонением это примирение. И это то, что завершил Ишуа, довел до конца. Если вы приняли Ишуа и рождены от Его Слова и от Его Духа, то вы отделены уже от того, что вы не знали Бога. И сейчас вы примирены с Ним. поскольку только грех, который грех отделяет нас от Него. И мы не могли простить сами себе, мы не могли сами себя вычистить изнутри. И кто-то другой должен был это делать вместо нас. и это должно было произойти с помощью жертвы. И это было деянием поклонения. Ишуа поклонился своему Отцу, своим поступком, тем, что Он совершил жертву, Он принес себя в жертву. И в результате Ему было дано имя выше всех имен. воскрес из мертвых, поскольку Он не был виновен ни в одном из грехов. И вошел и находится по правую руку самого Бога Отца. Воскрес еврей сидит по правой руке Бога Отца. Это была цель Бога для того, чтобы избрать еврейский народ и привести нас к себе. Слышали ли вы такое раньше, воскресший еврей, который сидит по правую руку Отца? В многих других местах вы этого не услышите. И также мы хотим, чтобы Иешуа знали как царя евреев. кем Он является. И это то, что мы говорим нашему народу, что Он Мессия, Он Царь евреев. То, что было написано на той дощечке на верху креста, это была правда. И всегда это будет так. Когда Он возвратится, Он не будет возвращаться как маленький кроткий ягненок. Но Он будет возвращаться в силе. Он возвратится и будет править на всей земле с властью. и мы будем править с Ним как сказано. И я хочу ободрить вас этим, чтобы вы были уверенными, это есть Божья воля. Мы здесь, которые сидим, будем царствовать и править вместе с Ним. Он царь, а мы его подчиненные. Это очень хорошая позиция, где находиться нам. Давайте взглянем на первые фессалоникийцы. В 15 минут мы будем взяться little break but not yet. Мы сделаем перерыв на 15 минут, но еще не сейчас. 1 Thessalonians chapter 5 первая писала Никитцам 5 verse 23 23 стих. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your spirit and soul and body be preserved complete blameless until the coming of our Lord Yeshua the Messiah. Sam же Бог мира да святит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков в присушествии Господа нашего Иисуса Христа. Now intercession in order to have its full potential needs to be inspired by the Holy Spirit. Чтобы ходатайство достигло своего пол своего абсолютного потенциала оно должно быть вдохновленным Духом Святым. И оно вдохновлено Духом Святым и оно увеличивается нашей душой. И выражается извне через наше тело. That's why Paul prays that God himself would preserve us spirit soul and body until the day of his coming. Вот почему Павел говорит, чтобы наше тело, душа, дух были сохранены в день его пришествия. Павел знал, что все наше тело, оно вовлечено, вся наша сущность, все наше существо вовлечено в процесс ходатайства. И я знал некоторых людей, которые говорили, что я хвалю Бога тихо в своем сердце. Не очень-то много примеров находятся в Библии тихой хвалы в своем сердце. В Библии сказано о большой возвышенной хвале, о восклицании, о танцах. Now, tonight we're also going to touch on that aspect of what brings and releases the power of God. In addition to the worship and the intercession, there's also dancing. И также сегодня мы затронем такой аспект в ходатайстве и поклонении как танцы. Господу нравится, когда его народ празднует в танцах. And I'm going to encourage you tonight to be involved in dancing even if you have two left feet. Я хочу поощрить вас, чтобы вы принимали участие в танцах, даже если у вас две левых ноги. есть ли у кого-то еще две левые ноги, кроме меня? Поэтому это служение, которому призван каждый из нас, чтобы высвободить силу Божью, не только для изменения нас самих, но и для изменения окружающих нас людей. Благодаря хвале, поклонению, ходатайству, все, что мы делаем для того, чтобы прославить и превознести Ишуа. И как Лея говорила, чтобы не только передать это послание, но чтобы быть посланием. Ишуа.